Малолетний дебил. Вы понимаете о коме? Я не специально это сделал. Это шедевр. Какой сюрприз, а? Чувствую, как вы хохочете у своих экранов. Обычно первая реакция на меня это сбежать на другой канал. Я тебе сбегу. Без негатива. Не забудь, кстати, подписаться. Дворец Роман Аполланский. Знаете, что отличает мастера, большого художника, вот такого вот, от всякой ремесленной мелочи? Вы понимаете о ком я? Фантазия, неординарность, взгляд на мир под интересным ракурсом. В общем, тот самый угол зрения, под которым мы, простые люди, не способны посмотреть на мир. И ведь не поспоришь, все точно. Вот я смотрю на новый фильм романа нашего выдающегося и поражаюсь этому взгляду. Ну, судите сами. Пожилой, похотливый миллиардер женится на молоденькой девочке ради ее сисика. Девочка, в свою очередь, выходит замуж, чтобы получить миллиарды. Свежо? Свежо. Лихие русские бандиты возят наличные деньги в чемоданах Луи Виттон, бухают и блядствуют. Необычно? Необычно. Пожилые и богатые женщины сходят с ума от пластических хирургов, своих собачуль и молодых сантехников. Стесняется делать свои дела на снегу, это у него с детства. Давай, сри. Ну, невероятно же. Ну, просто как? Как такое буйство фантазии могло прийти в голову простому смертному? Просто чудо. Есть у меня такой внутренний тест. Я всегда, когда анализирую тот или иной фильм, фильм маститого режиссера, убираю из уравнения этот фактор режиссера, всегда влияющий на восприятие. Иными словами, представляю себе, что фильм снял не великий режиссер А, а никому не известный режиссер Н. Прием нехитрый, но действенный. Фильм-дворец, если его прогнать по этой формуле, не представляет из себя ничего. Просто пустота. Во-первых, драматическая коллизия. Она банальна и примитивна. Надо же, богачи собрались в одном месте и творят дичь. Во-вторых, актерская игра. Она отвратительна. Да и не игра это, а просто кривляние. И не прячьтесь за знаменитыми и даже знаковыми актерами. Играют они дерьмово. Почти все. Ну, кроме Петрова, конечно. Я не специально это сделал. Правда. Шутки и репризы могут рассмешить разве что... Подростка, как правило, тупого. Серьезно. Половой акт молодой женщины и пожилого миллиардера. А на сверху он умирает. Какая неожиданность. Какой сюрприз, а? Кто бы мог подумать. И член его разбухает так, что она не может с него слезть. Чувствуя, как вы хохочете у своих экранов, прямо заливаетесь. Какие-то завязки разбросаны по всему фильму. Непонятно, что к чему, для чего. Фильм напоминает мейстримы, в которых я несу что попало, переходя от темы к теме, не закончив толком ни одну мысль. Чуть самокритики должно подстегнуть к ним интерес. И вершина драматургии – собака, трахающая пингвина. Серьезно? Вам 16? Малолетние дебилы. Прямо представляю, как эти три сценариста, а их три, дымя сигаретами и потирая свои небритые подбородки, впрочем, одна из них женщина, упивались в своей гениальности. Что за русские с деньгами? Какой Белов? Кто это и что это за персонаж? Герой в исполнении Микки Рурка шляется по отелю с непонятной схемой мошенничества. Компьютеры во всем мире накроются. Мы станем богатейшими людьми на земле. То ли он богат, то ли нет. Ни черта не понять. Какие-то его дети, внуки таскаются тут же, чтобы что? На кой черт они вообще нужны в фильме? Неуклюжее таскание этого мертвого миллиардера и его женой. Все не имеет ни начала, ни конца. Просто бухой в налину дворник рассказывает какую-то одному ему понятную историю. Не надо так говорить! Не надо так говорить! Больше он не вернется. Микельсон! Конечно, я почитал разные статьи очень умных кинокритиков. Ну понятно, это шедевр. Ну не мог же сам Поланский снять что-то невнятное. Мог и снял. Все разговоры про приговор к каким-то там элитам. Ну серьезно. Для чего этот приговор? И вообще разговор? Кому и что это сообщает? Кто этого не знает? Для чего это гротескная форма? Дурная весть? О да! Да это примитивнейшее кино без мыслей и идей. И со сценарием, написанным второгодником медиакласса какой-то польской очень средней школы. Тут нечем восхищаться. Абсолютно. Абсолютно. Если бы это снял режиссер Пупкин на Мосфильме, те же самые кинокритики, которые превозносят Поланского, изваляли бы Пупкина в дерьме. Тут ребята варианта два. Или Поланский съехал крышей и пребывает в каком-то своем мире. Не думаю, что это так. Либо он вполне здоров и просто потешается над всеми, снимая плохо написанную дичь. И наслаждается наблюдением за обществом, которое эту на скорую руку слепленную хрень превозносит. Но тогда, кстати, это не дурно. Но надо понимать, что высмеивает он не элиту, которую неприглядно и карикатурно показывает в фильме. А тебя, дурачок. Я представляю, как этот пожилой джентльмен посмеивается, наблюдая за обычным зрителем, который, в свою очередь, картинно потирая подбородок, говорит, Что же не дурно Поланский постебался над элитами нашего мира? А постебался-то он над тобой. Такие дела. Бустите, лего, всякие соцсети, лайк, ретвит, три слова в комментариях, если не считаешь себя дурачком. Если считаешь, то шесть слов. Пока. Продолжение следует...